здарова с вами смотрящих лёха и сегодня скажу как сделать арку между кухней и гостиной точнее как я сделал как и организовал будет весело погнали и резонный вопрос алексей а где же кролик про кухню ролик про кухню точно будет но через 2-3 серии то есть плюс немножко потерпеть потому что цель на строительный материал растут намного быстрее чем моя зарплата за последние 10 лет то есть за последний месяц цены выросли так что что-то как-то не очень обстоят дела не знаю как будет дальнейшая стройка возможно некоторое время могу пропасть пока то есть скребу материал который уже отснятый который можно показать итак сегодня расскажу про арку арку заранее мы спланировали еще при постройке первого этажа поэтому проход заранее бы немножко пошире проект мы брали в интернете то есть были картинки были какие-то эскизы красивые белые и синие то есть черт нарисовали прессовывали изначально проект выглядел так но в конце боковая левая стенка будет прямой сделать и естественно буду из профиля то есть из гипсокартона изначально хотели залить бетоном то есть заармировать залить из бетона и был бы красном монолитное четко но такой уровень каменщика у меня еще пока не достигнут то есть заблокирован за смогут то смогу а пока будет делать только из гипсокартона там как бы все просто лишь был металл и сам гипсокартон ну перед монтажом профиля естественно изначально просверлил что было проще на перфораторе стояло строго сверление то есть газобетон я не долбил просто сверлил опускал дюпель и шуруповертом закручивал а левая часть там где планировалось только ровная стеночка там лишь пришлось попотеть там взял сам маленький узкий профиль именно для потолка сделал небольшое отверстие то есть треугольники именно под сверло потому что профиль нужно было крепить боком сточил болгарка лишние края которые выбирают и в боковом положении его сверлил то есть крепил если крепить его без сверления то есть без этих уголков получалось что перфоратором я газоблок наискось под углом 45 градусов из проходил насквозь и он отламывался поэтому пришлось немножко подпортить профиль и любым прямо то есть крепко закрепился как видите съемка видится очень старая еще на старую камеру почему потому что арка это была не первоочередная задача то есть она сделалась постепенно потихоньку перекурах с перерывами то есть когда был материал или какие-то обрезки то есть я их пошел и в бухел вар железа того что довольно таки много около 10 по моему или 9 палок железа 4 метровых разного профиля то есть это довольно таки много на момент когда я его покупал это было где-то 3000 рублей часто почти уже по моему то ли 5 то ли 7 сейчас цены выросли плюс саморезы и гипсокартон то есть такой роскоши не обладал изначально просто брал каркас то есть металлический каркас из-за профиля с одной стороны 40 вверху тоже 40 стартовой а сбоку где нужно было только лишь выровнять слегка то есть никаких элементов декоративных не будет там просто маленький 27 то есть потолочный маленький профиль полностью вся арка собрана из влагостойкого гипсокартона 12 половиной миллиметров самое сложное было это вырезать правильное арочное отверстие то есть поначалу я закрепил заранее вырезанный лист гипсокартона к стене то есть профилю ну а потом пришлось уже думать продумывать как сделать идеальный полукруг как сделать ровное отверстие ничего уже не придумал кроме как взял кусок профиля на него на изолентный мотал карандаш и в заднюю часть профиля насквозь просилил саморез и смс гипсокартона то есть по типу несъемного циркуля нарисовал померил прохожу ли я чтобы у запаса до 15 сантиметров над моей головой так я в семье самый высокий то есть удается буду если только я поэтому дело ровно под себя что было комфортно пройти размахивая руками то есть из поднятой головой то есть не стащить не зашибить то есть чтобы идеально все проходило верхней точке могу спокойно пройти на будущее скажу что недавно заносили холодильник холодильник прям вровень то есть не опуская ровно прошел холодильник был высотой 2 10 или 2 20 не помню то что там спокойно пролетел свистом поэтому арка сделана удачно ничего ошибать там не буду да тут еще важный момент есть где эту арку сделать это арка сделана получается вход в замкнутую комнату то есть на кухню такой модели вид арки был выбор не случайно потому что кухня то есть тупиковая комната зашел поел вышел максимум с чем ты можешь выйти из кухни это с батоном колбасы либо с подносиком с чайком то есть ну максимум с кастрюли там или с пирогом а вот если бы арку такое сделал в коридоре где проходная зона где носил диваны кресла струйматериалы от арки дает бы ничего не осталось поэтому тут тоже нужно выбирать для чего нужно и какую характеристику то есть какое предзначение сама арка будет нести но что просто такой легкий декоративный элемент не сильно затратный сделан из того что было одна половинка готова теперь нужно как-то закрепить прицепить к металлу нарезал профиль к гармошку и уже сам профиль закреплял гипсокартон процесс может показаться легким на самом деле на сложный из-за того что отрезанные элементы которые прокусил получается ножницы по металлу они при закручении смыса отгинались поэтому использовал молоток чтобы как-то с обратной стороны давить пальцы использовать не вариант потому что в пальце могут быть дырочки одну сторону сделать теперь осталось самое сложное это сделать идеально зеркальным вторую сторону тут были проблемы поначалу пытался сделать также по циркулю то есть резал снимал не получилось потом также ложил уже вырезанную сторону то есть по ней пробовал начертить не получалось то есть было отклонение ничего уже не придумал кроме как насыпить на стенку этот же кусок гипсокартона и по нему то есть другой стороны отрезать то что получилось вариант хороший вариант был идеальный идеально зеркальный но ну а косяк который потом стул был уже видно потом из-за того что я сразу вырезал готовый элемент его было проще по уровню подбить под уже готовый элемент но та часть которая находится слева она была тоненькая то есть это два два с половиной сантиметра и она отвалилась меня то есть та часть которая находится первая она крепилась целиком лист и потом уже по нему отрезался а ту часть которая делал потом она уже была обрезана и она была такая прям жиденькая то есть приходилось прямо таки выкручиваться чтобы они треснуло ну и потом осталось закрепить также еще одну змеюку все будет нормально а а и и и и и и потом арка была больше месяцев простое то есть никто к ней возвращался не было времени занимался другими вещами уже камера то сменилась разбил то есть новую потом себе взял ну и потом осталось только вырезать эти полочки вырезала лобзиком только в этот раз использовал строительный молоток получается работал лобзиком а жена с помощью строительного пылесоса перехватывала пыль кто-то смотрел ролик про ток я делал потолок на термонтаже у себя в спальне какой там был пылищий туман то есть сможете себе представить поэтому пылесос моё всё а так вроде получалось и аккуратно и без пыли можно руками но лобзиком как-то аккуратнее где нам по ваша балда давай 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 можно было также помучиться пилить все специально жёвко по гипсокартону но лобзиком аккуратней а с помощью пылесоса еще и без пыли потихоньку арка приобретала вид поковырявшись ножка в своем строительном мусоре нашел несколько еще элементов которые можно было использовать а именно гипсокартон кусочков было в избытке поэтому хватило все с лихвой больше переживал чтобы не хватит металла но металла тоже хватило поэтому входит шоу здесь киш-миш даже не родной самое сложное было это как-то зафиксировать эти полки чтобы они как-то держались чтобы на них потом в будущем можно было закрепить как гипсокартон так и что-то поставить просто прикрепить кусок гипсокартона можно на пену но надо чтобы основательно все держалось поэтому приходилось сделать распоры поперечины очень сложно было поначалу думать как разместить планку профиля то есть куда в будущем купиться гипсокартон так чтобы гипсокартон можно было закрутить со всех четырех или трех сторон это было сложно так и не гипсокартончик и это пришлось задумать уже в процессе работы поначалу я думал что арка будет сквозной то есть полки будут сквозные насквозь что можно было там через гостиную видеть все эти полки что находится на кухне но потом переиграли решили что они будут с подсветкой они будут дамкнуты в итоге все кончилось на том что полки будут полностью зашиты кроме одной стороны которая будет в гостиной все остальное то есть зашивалась спиливалась и наглухо зашивалась гипсокартоном то есть там будет подсветка не сквозная не паковая то есть полностью глухая но хозяин барин моё дело как-то собрать додумать как это все будет выглядеть поэтому додумывалось все прямо на ходу сначала собирал те стенки которые будут точно 100 процентов глухие которые обшиваются только с одной стороны это была боковая стенка с выхода на кухню и боковая глухая стенка проходит с гипсокартоном а вот самое сложное было это сделать стенку которая зашивается как снутри так и снаружи и при этом она еще как арка идет боком тут было сложно приходилось ставить профиль сразу друг на друга в две стороны и получается друг на дружку и металлу ушло то есть четыре планки вот на этих квадратном метре поначалу планировалось как сделать просто одну рейку ее обшить с трех сторон но у меня четыре стороны поэтому пришлось сначала рейку зашить и потом к этой рейке еще одну рейку еще раз прилепить да то есть очень много ушло лишних трат благо все это было но не на халяву но отдали этот профиль я не тратила в магазине так бы арка в лаву золотой меня а так буквально я чисто потратила только на саморезы если будете сами строить кому интересно то есть такие вот арки это полки у вас очень много уйдет железо поэтому изначально лучше как-то изучить представить то есть как это вот не то чтобы подсмотреть потому что это мало где показывается а то есть как надо работать сначала на листочке а потом уже собирать мне пришлось очень много тратить железо вот вы сейчас видите как делается полки да вот этот полукруг ходил ровно метр то есть какая-то маленькая полочка 30 на 28 а метр металла забирала плюс два кусочка гипсокартона двух сторон но зато благодаря такому количеству металла она получилась прочная то есть на нем можно прям в прямом смысле вставать сидеть не приходилось залив там по штукатуре такого потолка для бы ремонтной работы я прям по ней лазил и она меня выдержала но тогда еще было не поспаклевана такой это и лазил то есть нормально на прочное но меня же ободушит фокусалом металла если бы я покупал я бы наверно не знаю на был а так просто был халявный но относительно халявный я вот достал с трудом поэтому довольно таки дорогая роскошь для меня в принципе все дорого то что больше тысячи рублей поэтому об этом не могу рассказывать внутри полок поняли уже лежат провода также использую гашку то есть в будущем с нижней части полки будет подсветка ну а эти полки это будет как декорация то есть поставить все нужно это какой-то фоторамку какую-то басочку красивую какую-то чашечку для конфет то есть полка лишь не будет ладно чтобы они были немножко посвозиться с теми элементами которые сгибаются то есть это проходные арочные элементы то есть полукруг гипсокартон пробовал и мочить и что только с ним делал не гнется и все мне пришлось резать резать потом наклеил туда а сетку малярную все это шпаклевал опять же был ролик старый сейчас я знаю что же использовать стекло холд поэтому если вы будете делать стыки любые неважно киос там элементы из гипсокартона стекло холст ваша все то есть есть ролики много я тестировали поэтому стекло холст прям реально то есть будет все швы держать и не будет никаких трещин на будущее же буду знать но ролик снят давно поэтому строго не судите так потихоньку что-то вырисовывалось осталось только потом убрать провода вывести выключатель на кухню собрать все это распаячную коробку и убрать распайка будет прикреплена к газоблоку то есть не в гипсокартону а газоблок туда вверх и все это убрано в проводке то есть нигде правда не оголены гофры то тоже кончилось то есть покупать не стал поэтому все это благо хоть там нет элементов которые могут пыхнуть поэтому там все безопасно все провода убраны провода все на стяжке провода все лежат в таком образе точнее в таком порядке что если я буду купить гипсокартон саморез ни в коем случае никак не сможет его коснуться даже сантиметре от него пройти поэтому там все безопасно я прям уверен вот стопудова гнул гипсокартон также колхозным способом ту часть которая лицевая оставлял целой обратную сторону немножко надрезал полоски по два по три сантиметра и вот так потихоньку гнул да это колхозный способ рекомендует мочить потом в дальнейшем все уголки уже открыл малярным уголком по пластиковым то есть уже шли работы к подготовке к шпаклеванию ну а по-хорошему нужно было наклеить уголки и все это полностью прям все закатать стекла холд но когда вы молодой еще глупый поэтому этот момент который сейчас видите чтобы вы знали какое там час время это время сейчас шло чем-то похоже между потолком на кухне и заканчивал ремонт ванны поэтому это было очень давно ну а шпаклеванием малярной сеткой то есть все швы расшивал занимался мамка потому что я делал остальную мелочевку то есть у нас было разброс только какие-то кадры были что напарилось с этой аркой то есть как она стала белой то есть я вставляю этот ролик вот где мамка все это шпаклюет шпаклевали мы получается сначала базой ну а потом сверху покрыли все фасадной шпаклевкой потому что белый момент это низко у меня кончилось алексей а почему что а почему шпаклевка серая ну потому что фасад фасад у меня осталось там еще три мешка а белая уже базовая то есть финишные у меня кончились то есть покупая большими партиями поэтому сначала маленькие все расходуем а потом идем за новой то что она будет покрыта серым ничего страшного а все это белое закатается так возможно даже лучше плюс минус а ну и потом осталось просолить отверстие опять же были проблемки это в третьей полке туда шуруповерт не влезал то есть слишком маленькая была поэтому сначала просто воткнуть коронку а потом воткнуть шуруповерт все работы которые связаны с шпаклеванием со шкурением сверлением нужно сделать до покраски иначе вся пыль которая будет агипсократное шпаклевание останется на краске то есть краска была это уже был вообще финиш это уже было прямо перед монтировым светильника товар к этому последнее все казалось оно два раза красил акрил и магия супер белой краской акрил вы манию то есть без блеска нематовый а чисто вот просто там глянецese что я не помню то есть без блеска просто чтобы было подсветка и все крась он на два раза прекрасно все укрылось теперь осталось только собрать и подключить светильники насколько все классно и здорово получилось решайте сами по ценнику подскажу да где-то от трех до восьми тысяч на сегодняшний день у вас уйдет на эту арку то есть металл гипсокартон краска там сетки саморезы дает это так по время затратам где-то три рабочих дня если бы собирался сейчас у меня ушло где-то полтора дня то есть сейчас уже знаешь как чего как подойти как взяться а если первый раз готовьтесь это будет долго но главное чтобы это было качественно с вами был самосрочек лёха всем счастливо пока пока и